И снова привет зритель! Третий обзор за сегодня. И всё уходовое, парфюмерное, пустые баночки, но сейчас у нас будет парфюм. Парфюм на февраль, весь у меня такой лёгонький. Я вспомнила, что у меня есть вот такая лимитка снята сифраше «Утро в саду Роза». Она до сих пор пахнет розой. Правда, когда открываешь и перескаешь на себя, первые пару минут идёт спирт. Если давно не открывала эти духи. А вот сейчас открываешь, идёт именно роза. Знаешь, такая роза, вот бывает чёрный чай с розой, бывает пуэр с розой. Вот именно такая роза, которая в чае по вкусу, она по вкусу такая, как тут по аромату. Моноаромат розы обалденно пахнет. Я тут куда-то выперлась, по-моему, когда вазонша стала вчера вроде как. Ей напрыскалась, напрыскалась, как я люблю. Вот у меня иногда по ним... Такие духи один раз приснулся, и им не хватает. А я иногда забываю, что некоторыми духами один раз нельзя, ну, больше одного раза нельзя прыскаться. И тоже такой, блин, какой удушающий запах. А тут именно такой лёгкий запах, который можно на руку раз пять напрыскать, ну, или три. Вот так вот потереть, а знаешь, что-то, наверное, неправильно. Вот на каждое ушко, у меня их два, не знаю, как у вас, на ямочку на шейке, на волосы раза три, просто так хату попрыскать комнату, чтобы пахло вкусно. И ещё куда-нибудь прыснуть, и вообще обалденно. И вроде прыскаешь дофига, я, кажется, вылила на себя ведро духов, но они экономичные. Это же просто пшик, а не реально ведро. И вот, может, они у меня уделаются за февраль, я буду юзать только их, а может, не уделаются. Они у меня долго стояли, как бы в запасах, я что-то их как-то не доставала. А тут что-то рука потянула, думаю, хочу что-нибудь в феврале такое лёгкое, нежное, воздушное, ароматное, цветочное. И вот утро в саду и в Рошироле снятость. Так, у меня тут юзу каори от Фаберлик. Всё хорошо, крышечка не держится. Вот сейчас он по-другому пахнет. А позавчера я его открыла, а он мне напоминает снятости фраше, кейнскую воду, которая у меня, по-моему, есть в коллекции, потому что кто-то из вас, дорогие мои подписчики, поделился со мной, подарил мне этот вербенок. А ещё немножко дюшес оно мне напоминало. А сейчас оно как-то немножко иначе раскрылось. Такое нежное, мягкое и воздушное. И немножко свеженькое. Ну вот оно будет тоже юзаться в феврале. То, что было заявлено на январь, ну, по-моему, вообще как-то особо не юзалось. И, соответственно, в пустых баночках не оказалось. Моноаромат какой-то русский. Русская фирма, не знаю какая, тут ничего нету. Мне подарили её уже без коробочки. Она такая была вот, без наклеечки, без коробочки. Сирень. Моноаромат сирень. Она такая лёгко-фиолетовая. Лёгко-сиреневая. Пахнет сиренью. Обалденно так пахнет. Чего я про неё забыла? И четвёрдая духи – это подарок от подписчицы Светы. Я его обозвала Оливье. Но оно на самом деле Оливер. Ну, чуть-чуть перепутала. Супер. Немецкая какая-то фирма. Оливер. И духи, соответственно, немецкие. И человек, который дарил мне, если я не путаю, преподает немецкий. Пахнет, как снятость и фраше. Цветок вишни. Утро в саду. Вообще. Вот такой этой. Вишней-вишней. Ещё бывает такая, ещё выдаётся это, ну, как бы сакура-сакура, вишня-вишня. Очень обалденно пахнет. Я его так конкретно юзаю в январе. И решила, что в феврале тоже буду юзать. У меня все такие нежные цветочные ароматики тут, все четыре. Я сегодня ещё ничем не прескала, если надо исправить этот момент. Короче, я его точно так же на себя выливаю, как вот, допустим, утро в саду розу. Иногда я супер много выливаю. Это первое время ощущается очень сильно. Но на улицу выходишь так блохоухажь. Так кайфово. По комнате и по квартире ходишь. Везде ароматик остаётся. Так кайфово. Светочка, огромное тебе спасибо. Мне вообще он очень зашёл так. Я в него так прям любилась. Он ещё такой розовенький. Я ж не только фиолетовое люблю, я ещё и розовенькое люблю. В общем, вот такие у меня ароматики на февраль. И фрашен, оу-нейм, фаберлик и оливье. Оливье Оливер. Если хотите поддержать мой канал, вот здесь вот будет облачко. Если хотите подписаться на Бусти, на СМР, вот здесь вот тоже будет облачко. Спасибо, Амини, за спонсорскую подписку вам, за то, что посмотрели до конца. И, короче говоря, всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста. До новых встреч. До новых встреч.